Сегодня для Бреста проблема сбыта наркотиков путем закладок с участием несовершеннолетних стоит довольно остро. В руки сотрудников правоохранительных органов довольно часто стали попадать подростки, которые, так сказать, повелись на легкий заработок, выполняя непыльную работу, делая закладки с наркотическими веществами, а еще хуже приобретая себе для личного пользования. Один из таких бизнесменов, несовершеннолетний житель города Бреста, был пойман сотрудниками милиции и в скором о времени осужден. Был осужден судом Московского района города Бреста по статье 328 часть 1 к отбытию наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года с применением закона Республики Беларусь от 7 декабря 2022 года об амнистии, согласно которому ему он частично был освобожден от наказания сроком на один год. И с учетом включения в срок отбытия наказания и содержания под стражей, к отбытию ему осталось 6 месяцев 11 дней. Однако, не оценив подарок судьбы в виде ограничения свободы не в исправительной колонии, да еще и с сокращенным сроком, юноша нарушал порядок отбывания наказания, совершал административные правонарушения, не раз привлекался к ответственности. Потому неудивительно, что судом Московского района города Бреста был вынесен еще один приговор за нарушение режима отбывания наказания. Вопрос один. На что надеялся молодой человек, что ему ничего не будет, так как он несовершеннолетний? Увы, нет. Закон для всех один. Нарушил – будешь отвечать. Несовершеннолетнему было заменено наказание с ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на лишение свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Судебный процесс над несовершеннолетним был показательным для подростков, которые уже состоят на учете. Данное мероприятие мы им хотели показать, что бывает в случае нарушения требований закона, а также донести, что на уговоры наркодилеров нужно уметь отвечать «нет». Я как раз сидел в ВКонтакте и мне написал фейковый аккаунт о легком заработке, то, что можно быстро заработать денег и, так сказать, купить все, что ты хочешь и так далее. Меня пытались заманить тем, что там легкие деньги, быстрые деньги, большие суммы, так сказать, за неделю 30 тысяч долларов можно заработать. Молодежь ведется, скорее всего, на, так сказать, легкие деньги, потому что они не хотят работать на обычной работе, там, где платят меньше гораздо. Вот, они это ведутся, работают и их ставят в тюрьму. Я понимаю, что если они пишут, что предлагают все легкие заработки, то это уже понятно, что это будет не все. Эти ребята бесспорно понимают, что распространение, а также употребление любых наркотических средств ведет к плачевным последствиям.